Приветствую всех мои дорогие друзья, с вами Сан Саныч Богомолов и это уже шестой день моего небольшого челленджа, в котором я хочу прожить 7 дней на продуктах из магазина Светофор. Это один из самых недорогих магазинов в России, даже писал кто-то в комментарии, что он в Германии открылся. Но сейчас завтрак, завтрак шестого дня. Предлагаю быстренько разогреть сырники и фаршированные блинчики в микроволновке. Раз, два, три, четыре, пять. А вот из этого горячего шоколада я сейчас настоящий сделаю шоколад для поливки своих сырников и фаршированных блинчиков. И, наверное, седьмой королевский день заключительный, если я его, конечно, завтра сниму, я вмонтирую в это видео. Погнали! Не хватает еще одного. Сахар полностью не растаял, поэтому отправляем в микроволновку буквально на 30 секунд. Сначала думал заварить горячего шоколада, но так как я буду поливать все горячим шоколадом, запивать горячим шоколадом, это, ну, слипнется одно место. Вот, не сладким, крокодем, кисленьким. О, вот это настоящий горячий шоколад получился. Сахар весь растворился. Нет, не весь. На дне чуть-чуть осталось. Уберите от экранов детей. И тех, кто не может без сладкого. Кто на диете. Все. Прям горький шоколад. Или это от сахара горло берет? Вот это я понимаю, горячий шоколад. Хорошо, что сырники не такие сладкие, как обычно. Вот, ну, покупаешь покупные сырники, туда сахара специально фигачат много. Но. Сырники за эти деньги зачет. С утра вообще нельзя такое делать. Кашки надо было взять на худой конец супца вчерашнего. Ну, зефир в горячем шоколаде. Мне кажется, это уже слишком. Надо обязательно салфеток купить, друзья. А вот с горячим шоколадом даже начинку творожную не чувствуется у них. Просто залетает и все. Свинюха. Я не представляю, если бы я себе сделал еще и запивать горячим это шоколадом, тогда бы плохо могло стать. А так, сладенькое ешь, кисленьким каркаде запиваешь. Кстати, зимой птиц подкармливаем. Надо семечек насыпать им еще. Все едят. Крупу, семечки. Не переключайтесь. Встретимся с вами либо на обеде, либо в светофоре. Пока еще не решил. В принципе, продукции еще много. Можно и сегодня, завтра, и послезавтра питаться ей. Но так будет неинтересно смотреть видео. Правильно? Правильно. Так что встретимся все-таки в светофоре. Наверное. Не повторяйте это. Это вообще дичь какая-то, а не завтрак. Полнейшая дичь. После такого количества сладкого надо идти повторно и чистить зубы. Кстати, крутая зубная щетка. Просто мощнейшая. Я всем ее рекомендую. Xiaomi Mijia. Ультразвуковая. Модель T100. Где ее купить, сколько она стоит, в этом мне помог разобраться сервис Е-каталог. Если вы так же, как я, хотите экономить на покупках, то сервис Е-каталог для вас. Сейчас объясню на пальцах. Переходим на сервис. В поиски вбиваем Xiaomi Mijia T100. От 819 рублей до 1670 рублей. Чувствуете, да, разницу? Описание, отзывы, обсуждения. В комплекте две насадки шло. Меня это все не интересует. Меня интересует всегда, где купить. Потому что Е-каталог это не магазин. Он сам не продает товары. Это просто умный агрегатор, который ищет по всем магазинам. Тут можно по рейтингу. Я всегда выбираю по цене. Вот 750 начинается. Даже за 750 есть появилось. За 819. И прежде чем что-то купить, чекните это в Е-каталоге. И он вам найдет тот самый магазин, где этот товар продается дешевле всего. Ссылочку на эту щетку я оставлю в описании. Кстати, реально, друзья, рекомендую. Ей даже можно без зубной пасты чистить. Просто водой намочили. И все, ультразвуковая. Ну, вы поняли, как экономить. Ссылка в описании. Переходите, добавляйте в закладку. Я погнал чистить зубы. Напиток сокосодержащий. Голд. Давайте возьмем за 69 рублей. Вспомним молодость. Питер 93. Я нашел их. Еще и по акции. Акция 2 по цене 1. Жена как раз просила взять. Блин, ну это срыв. Это полный срыв. 1 килограмм 175 рублей получается. А если 2 берешь, все равно 2 килограмма 175. Может быть, со сроком годности что-то? Сейчас посмотрим. А, да. Срок годности подходит к концу. А тогда они были нежнейшие. Не знаю, брать, не брать. Ну, так хочется. Нет. Сразу на завтра возьмем маслины. 43 рубля. Испания. Без косточки. Сделано в Испании. 43.90. Берем. Завтра отмечать будем. Смотрите. Конфеты новогодние. 178 рублей. Видимо, так они стоили дороже. Потому что Новый год давно прошел. Так, чай с чабрецом. Нет, не хочу чай с чабрецом. Вот, наша тема. Чай черный. За 10 рублей 20 упаковок. Может, такой попробуем? Хотя у меня этого чая. Не. Рекомендовали кисель. А я кисель люблю. Где-то тут кисель был. Вот он, кисель быстрого приготовления. С витамином С. 20 штук. 73 рубля. Ну, е-мое. Кто-то взял да разорвал специально. Видимо, вытащил. Так, вот обратно вставим. Это не мы. Мерчендайзер потом перепакует. А, вот они в таких упаковках. Все. Берем. 73,60. Очень люблю кисель. Пюре картофельное. Пюрешечка. 250 грамм. 34 рубля. До 2,5 килограмм готового пюре. Без ГМО. Быстрый, вкусный, легко. Возьмем. Плохо, что в этом светофоре нет коржиков. Завтра все-таки седьмой день. Финальный. И хотел торт сделать. Но тут столько всяких вкусностей, что можно и торт не делать. А так бы можно было взять коржики, сметану, там, сгущенку вареную какую-нибудь и сделать торт. Рыбки. 67,50. Крекер. Можно из вот такого печенья сделать торт. Но это дичь какая-то. Протертые с сахаром. Лимоны, апельсины. Кубанские продукты. Что, друзья, возьмем? А, либо лимоны, либо апельсины. 86,10. Как думаете, что лучше взять? Апельсины или лимоны протертые? Содержит ГМО. Стоит попробовать, написано. Интересно, не горчит? Так, а апельсины на Кубани растут? Нет, вроде не растут. А вот лимоны растут. По-казахски ничего не понятно мне. Лимоны свежие, сахар. Давайте возьмем апельсины. А что-то мы никаких бизнес-этих бич-пакетов вообще не ели. Вот, завтра королевский день. Давайте его отметим по-королевски. Это вообще не отсюда. Биг-ланч. Тут не биг-ланч, тут какой-то вот это да. Интересно, сколько надо таких бизнес-ланчей есть есть, чтобы стать бизнесменом? Со вкусом тушеной курицы. Бизнес-меню. Нет, это всем известная, да, марка? Давайте возьмем вот эту неизвестную. Вермишельку. Я бы вообще по пюрешечку лечо какое-нибудь съел. Соус томатный, томатная паста. Это может быть протер... А, нет, это прям паста томатная. А это тоже томатная паста. Ладно, леча нет, но есть за 73,30. Вот баклажаны летние. Под пюреху баклажаны вообще пойдут только так. Летние истории. Ну, послушаем истории. Самые дорогие пельмени. Это вот свинина-говядина. Один килограмм категории В за 98,10. Мы их пробовали. Это вот эти вот пельмени. У меня еще осталось. Но есть вот эти вот малышки. Они тоже категории В. И стоят всего 75 рублей. Я хочу вам предложить сделать сегодня офигенное блюдо. Творожная масса за 98,80. Друзья, вкуснейшая штука. Только жена попросила взять еще. Возьмем. А я сюда зашел в холодильный отсек совсем по другому вопросу. Мне нужен сыр. Вообще самый дешманский сыр. Потому что я хочу сделать пельмени в горшочке. 401 рубль. Да это что такое? Что же оборзеть? А, 401 за килограмм. Это по килограмму, а не за кусочек. Я думал, это за кусок. Гауда. Или гауда. Так, сыр с заменителем молочного жира. Нет, не нужен нам заменителем. Давай, мы же кайфуем. Мраморный сыр, как мраморная говядина. Нет, не надо. Вот мне небольшой кусочек. Продукт плавленый. Голландский. С заменителем молочного жира. Он и на ощупь как пенопласт какой-то. Нет. Он даже, мне кажется, не расплавится. Вот на этом сметанковом остановлюсь. Что это такое? Проверим. Они все примерно одинакового веса. Вот. 656 грамм. Меньше я не нашел. 210 рублей. Берем. Это она морковь по-корейски. Последственного эксперимента. Помните, я обещал взять? Проверим, сколько здесь жидкости. Салата. А, тут японочка он называется. Там дальневосточный был, тут японочка. Что в составе? Капуста белокочанная, морковь свежая. Нету никакой морской капусты. За 65 рублей, я думаю, японочки возьмем. Жена попросила взять вот этих десертиков. Сколько? 39,70. Гранд десерт. Как раз она ореховый сказала. Вот. Берем. И есть ванильный. Вот два штуки хватит. Куда набирать, да? Что столько десертов набирать? Ладно, еще один возьмем. Ореховый. Мне так танчик этот понравился. Сколько он? 31 рубль. Возьму этот танк. Посмотрите, можно просто целую головку сыра взять. Ну, это для богатых. Под пюре-ху знаете, что хорошо пойдет? Котлеты любительские. Сколько по ценникам они? Голубцы, голубцы. Где котлеты? Давайте, друзья. Кто быстрее найдет? Котлеты любительские. Рубленные категории B. Один килограмм 103 рубля. Это, кстати, вам не хухры-мухры. Кто-то разорвал и одну вытащил. Категории B это вообще... А, подождите. Полуфабрикат мяса, содержащий категории G. Котлеты по-домашнему. А вот... Категории... А котлеты... Это даже разные конторы. Чуть, друзья, было-не было. Котлеты любительские категории B. Вот они. А которые категории G... Где они? Котлеты по-домашнему категории G 72 рубля. Разница в 30 рублей. Но B от G... Очень далеко стоит в алфавите. Чуть не схватил котлеты категории G. Ну, G это... Ну, действительно, бумага есть, наверное, нельзя. Потому что я пельмени пробовал категории G. Это ужас. Все. Отвело меня. Все, друзья. Прощайте, как говорится. Это жадность называется. Это называется чертова жадность. Ну, по акции. Хоть и выходит срок годности скоро. Но ничего страшного. За 44 рубля 10 штук. Вот мне нужны такие огромные пакеты. В уличный бак. Два берем. Может, такую взять маску? Сварщики. 547 рублей эта маска стоит. 547 рублей эта маска стоит. Шлем. Забрала. Праздничная такая. Праздничная такая. 31 рубль 50 копеек. Губки жена попросила. 17 рублей 10 штук. Раз, два. Давайте сразу три возьмем. Потому что губки надо почаще менять. Салфетки для уборки универсальные. Вискозные. 33 рубля. Ну, это, конечно, дороговато. Ну, 15 штук. Жена вечно там все пыль протирает. Еще что-то. 102 рубля за полкилограмма чипсов. Хрустящая картошка. Надо взять. Ну, вот этот узвар. Ребят, с Геленджика. Если вы смотрите. Блин, ну, добавьте немного бюджета. Пользуйте вместо подсластителя нормальный сахар. Все будет круто. Мистерсумку-холодильник. Я сейчас разгребу. Ее, дружище, а ты что здесь делаешь? На обед у меня рассольник был. И забыл его на плите. Ну, не на плите. Я же его не полностью грел. Просто достал и полетел в магазин. Да не, он не пропал. Он даже не растаял. Этому рассольнику ничего не будет. Его хоть в баню сейчас поставь на ночь. Оставь. Он идеальный будет. Так, ну, надо все-таки убрать его в холодильник. Много жалко осталось. Много, я не знаю. Напишите в комментариях, друзья. Вот что делать с остатками еды? Предлагаю уже приступать к ужину. На ужин хочу сделать пельмени в горшочках с сыром. Пельмени домашние. Что такое вкусно и сытно? Вкусно. Высокое мастерство изготовления. Классические оригинальные рецептуры с изюминкой домашней кухни. Сытно. Только натуральные и высококачественные ингредиенты. Свежее фермерское мясо. Плюс лучшая мука. Плюс родниковая вода. Вы еще прикалываетесь? Это серьезно? У них даже почта есть на Яндексе. Не фирменная, но на Яндексе. Ребята не заморачиваются. Самое главное, чтобы продукт был хороший. Конечно, друзья, хотелось бы попробовать эти пельмени в вареном виде. Так, слой пельмешек. Сделали. Сейчас сыр распакую. А, он в двух упаковках, в двух пленках. Вот эта вот грязная магазинная пленка. Да я и так уже все руками истрогал. Все равно все пройдет термообработку. Ничего страшного. Думаете, в кафе вам там приносят чистыми руками? Кто работал на пищеблоке, знает, что такое кафе и заведение. Вот этот будет чисто сырный. Просто сырный. А вот этот будет со специями. Немного специй. Далее, чуть-чуть сырного соуса. Чтобы усилить вкус этого сыра. Сметанный сыр. Почему сметанный? А, сметанковый. Сметанковый. Не сметанный, а сметанковый. Слой пельменей. Сметанный сырный соус пошел в ход. Сметанный сырный соус пошел в ход. Сейчас я быстро натру. Еще. Все. Сверху вот так еще с сыром. Не знаю точно, будет ли он плавиться. Я думаю, не снижая температуру. Вот так вот прям. На 250 градусах. Сейчас минут 10. Потом снижу до 200. И еще часа пол. А может быть и минут 40. Я не уверен. Возможно и час придется готовить. Я так понимаю, наши пельмени будут готовиться. Может быть даже час 20. Потому что это же не вода кипящая. Кисель. Я нашел вкус малина, лесные ягоды. А, клубники почему-то две взял. И вишня. Вроде все. Что бы я сейчас хотел попробовать? Лесные ягоды. Малина или клубника или вишня. Давайте малинку. Способ приготовления. Содержимое пакета высыпать в чашку. Залить кипятком 95-100 градусов. И размешать. Количеством воды можно регулировать густоту напитка. Приятного аппетита. Сейчас порегулируем. Витамин С. Да, в составе. А еще что в составе. Сахар. Крахмал кукурузный. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. Ароматизатор. Лесные ягоды. Ну, здесь ароматизатор малина будет. Аскорбиновая кислота. Витамин С. Краситель. Карамель. А помните, друзья, квадратные брикеты такие. Киселя были. Смотрите, магия. Был белый порошок. Стал розовый. Это прям уличная магия от Дэвида Блейна. А он неплох. Он действительно неплох. Вкусный. Я бы даже сказал вкус детства. Выходит срок годности у него. Посмотрим, как ты выходишь. Есть ли отличия от свежака. У этого срок годности вот-вот выходит. В первом видео, когда я взял ассорти в светофоре. В первом видео было. Вроде в первом. Вот эти штуки в ассорти были просто свежаченные. Там буквально несколько дней. В первом видео. Точно такие же. Абсолютно один в один. Но может быть шоколад чуть-чуть тверже стал. И то это самовнушение. Вот это акция. Два килограмма заплатил как за один. Князев, кондитерская компания. Интересно, а сколько себестоимость выходит вот этой продукции? Тут, наверное, коробка дороже стоит, чем сама продукция. Да и киселек бодрый. Так, немного перекусил. Заморил червячка. Вот это выражение мне вообще никогда не нравилось. Заморил червячка. Что это значит? Что? Я даже не хочу думать. Что в животе какой-то червяк сидит, и ты его типа... Откуда это выражение? Что это значит? Я не в курсе. Беритесь терпения. Ну, вам-то что набираться? Я есть хочу уже нереально. Запахи стоят по всей кухне. Вот этих пельменей. Мне кажется, они уже гореть начали. Она, возможно, даже сгорела. Крышка не открывается. Прикиньте. Она приклеилась. Она просто приклеилась туда. Все, шеф, все пропало. Все пропало. Все сгорело. Вот чем пахло. Сыр по краям чутка подгорел. Это литровый. Подождите, а тут у меня литровый был. Или не литровый. Думал сначала попить алоэ или голд сок. Но у меня от киселя. Или от киселя. От киселя. И вот этих палочек в глазури. Вот здесь вот сладкое все стоит. Да и пельмени с каким соком могут быть вообще? Или с колой там, я не знаю. Вот. Город Переславль-Залесский. Ярославская область. Адрес производства. Из восстановленного молока. Восстановленное молоко. Мы уже разобрались. В комментариях написали. Это из сухого молока. А нормализованное молоко. Это доведенное до определенной жирности. Или водой разбавленной. Расслоение напитка является нормой. Перед употреблением тщательно взболтать. Открывать с осторожностью. Сусыннын. Иддырап. Кабад. Куруы. Норма. Балыб. Табылады. Тутыну. Алдында. Жаксылап. Хайкау. Керек. Абайлап. Ашинзы. 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 По этикеткам скоро языки буду учить. Больше всего вот что я хочу попробовать. Что получилось из этого месила. Да. Как я предполагал. Сыр расплавился. Но резиновым стал. Не тот сыр я плавил. Ладно. Давайте сами пельмешки. Вот этот. Вот эта партия получается без соусов. Без специй. Ничего не получилось. По слоям сделал. Думал. Разойдется. Будет в таком. Сырном соусе. А сыр какой-то просто стал этой. Не тянется. А сами пельмени получились печеными. Давайте с соусом попробуем. Две вилки схватил. Пока тут приготовился, уже подстыло. Сырную шапку. Вот эту надо сорвать. О, вот эти крутые. В соусе. Вот это уже поинтереснее. Вот такая вот сырная шапка их накрыла. Не. Сыр прям на зубах скрипит. Как будто пластиковым стал. В пиццу или еще куда-то такой сыр явно не пойдет. Какой сыр хорошо плавится? Твердые сорта? Пармезан типа, да? О, но зато соус сырный. В перемешку со специями сделал свое дело. Что-то мне морковочки захотелось корейской. Под это все дело. Или лучше салата японочки. Давайте салат японочка. Штрих-код 79. Это что значит? В России же 46 вроде. Салат японочка надо есть вот из таких плошечек. Что-то, друзья, я боюсь. Тут и огурцы обычные, несоленые. Перец болгарский. Морковка. Укроп. Капуста белокочанная. Уксусная кислота 70%. Ну, была не была. Жгет чуть-чуть. А, чесночок, наверное. Чесночок в сочетании с уксусом. Уксуса немного. Не пахнет прям уксусярой. Друзья, не повторяйте эту дичь. Пельмени жалко. Я есть-то хочу. Я доем. Но сыр этот, он даже неприятно на зубах скрипит. Знаете, как будто резинку стирательную отгрызли и жуете. Я обязательно должен проверить эти пельмени. Нормально сварив их. Потому что это не дело. Состав неплохой. Все так расписано. Запороть так пельмени. Ужас. Жалко, аж жалко. Салат мне этот понравился. Он на витаминный похож чем-то. Но огурцы я что-то все равно не хочу есть из этого салата. А, видел рецепт такой штуки освежающей. В общем, огурчик нарезают мелко-мелко. И укропчик. И заливают это таном. Сейчас еще пельмешек поклюю. Но здесь вообще они еще хуже. Вот которые просто в сыре. Они прям колом встали. Там хоть этот майонезный, вот этот соус Оскар помог им как-то смазаться. А тут, друзья, не переключайтесь. Встретимся с вами завтра. Финальный день. Седьмой. Королевский назовем его. Попробуем все, что у нас осталось. Бич-пакет я взял. Думаю, последний день надо отметить. Котлетки. Пюрешечка. Пюрешка это, честно скажу, можно даже ее не пробовать. Клестер, клестер. Не было еще нормальной пюрешки из этих пакетов. Вот, ну не встречал. Может, если как-то ее там молочком залить. Ну не знаю. Она прям каким-то клестером становится. Какие есть бесплатные курсы по серверам, линоксу, системному администрированию и тому подобное. Да, дружище. Windows уже общаюсь на ты. С линуксом почти на ты. Вот хороший совет для пацана. Иди на программиста, мобильная разработка, веб-приложения. И углубляй системное администрирование в плоскости программирования. А то всю жизнь можно проработать иникеем случайно. Как Саныч, иникеи. Сидишь, кнопку нажимаешь и все. Если кто-то задумывался о карьере в будущем, вообще о своей профессии. И хотите ее связать с компьютерами, с сетями, вот со всем этим делом. Или не знаете куда податься. Небольшой совет. Можно прислушиваться, можно нет. Мобильная разработка. За этим будущее. Вот все будет уходить в смартфоны. Так что изучайте языки программирования. Делайте приложения. Переезжайте в Калифорнию. Открывайте свой стартап. Друзья, завтрак седьмого дня. Сегодня прям по-королевски отметим. Я решил, как в отеле. Шведский стол. Взял немного творога, творожной массы. Сыр порезал. Галетики. Остатки бутерфиш. И апельсины вот эти протертые с сахаром. И заварил чайка. Давайте сначала бутерфиш, а потом уж за сладкую творожную массу примемся. Я его весь почти съел. И сразу вопрос. Фикус Бенджамина. У кого дома растет. Заболел. Заболел, братан. Уже его на разные стороны ставили. На разные окна. Убирали от окна. Опадает и все. Ну что делать? Вот прям листочки теряет. Может подкормка какая-то нужна. Но вообще не рекомендую за компом есть. Как бы вы аккуратно не ели. Если вы систематически будете есть за компом. Потом куски борща там будут какого-нибудь еще рано или поздно. У меня случай был на предыдущем ноутбуке. Блендер стоял. Я хотел сделать манго шейк. Все. Закидываю манго. Маракуйя. Немного налил сливок. И водички добавил холодной. Такую кнопку нажимать. И что-то крышка как-то плохо уже закрывалась. Думаю хоть бы ничего не вылетело. А то рядом ноутбук. Нажимаю кнопку и просто бам фонтан. Вот так вот выбивает. Вся клавиатура в манго шейке. Ну ничего. Перевернул. Просушил. Половина кнопок отказала. Работать просто невозможно. Без половины кнопок. Приходилось исхищряться. Установил быстро виртуальную клавиатуру. Через нее переназначил клавиши. Заказал с Алиэкспресс. Вы позавтракали. А мне не даете. Мне тут и работать. И завтракать. И видео записывать. И пока. Все. Продолжаем. И пока клавиатура шла с Алиэкспресс. Прислось вот так вот работать. Через фантомные клавиши. Сыр который вчера превратился в резину. Вот так он вполне вообще адекватный. Не надо ни в коем случае его не пытаетесь расплавить. Становится резиной. Ради чего я весь завтрак затеял. Попробовать вот это. Апельсины протертые с сахаром. Минимальная термическая обработка. Максимум полезных свойств. Краснодарский край. Город Краснодар. Состав. Апельсины свежие. Сахар. А все. Больше ничего нет. Возрождая традиции с 2000 года. Стоев. Стоит попробовать. А ну да. Как такое. Как джем получился. Я помню на Кипре. Лимонов растет. Просто огромное количество. Я там два месяца провел в свое время. Их никто не рвет. Но они такие толстокожие. Тоже набрал этих лимонов. Протер. С сахаром вот такого джема наварил. По вкусу примерно то же самое получилось. Провода потом изжога жесткая преследовала. Не содержит ГМО. Да зачем уж этот шилдик. А откуда вы знаете, что не содержит ГМО? А ну сырье закупаете. Они генно-модифицированные. Либо сами. Ребят. Кто с Краснодарского края? Апельсины же там не растут. Лимоны да. В Краснодарском крае наверное еще можно вырастить. Хотя не. Лимоны растут. Но апельсины. Плохо, что не написано откуда сырье. А может и растут апельсины. Кто с Краснодарского края? Реально ли апельсины вырастить? Наверное в теплице можно. В Абхазии даже киви вырастают. И бананы. В Сочи типа бананы не успевают вызреть. А в Абхазии есть места, где типа даже бананчики вызревают. Но скорее всего это наверное в каких-то полутепличных условиях. Ладно, буду завтракать. Быстренько. В работу. Удаленка рулит. Мне так часто надо выезжать. Да. Из-за этой заварушки. Из пандемии. Мир я думаю кардинально поменялся. Многие профессии. Возможно даже вообще не нужны будут. Уже сейчас. Заходите на сайт. Общаетесь. Вам отвечает специалист. Да-да. Здравствуйте. Туда-сюда. Сейчас проконсультирую по товару. Вы вообще не догадаетесь, что это уже чат-бот. У него заготовлены там миллион пятьсот ответов. Разных сценариев вопросов. Куда уходить. То есть вы будете общаться с ним там по полчаса можете. В итоге оставите свой телефон. И вам перезвонит потом уже живой человек. Но в скором времени вам уже будет робот перезванивать. И вы даже не поймете, что это робот. Потому что сейчас уже есть такие роботы. Я вот на них натыкался. И я звоню. Назовите фамилию. Назовите адрес. Назовите номер страхового. И прям так спрашивает. Ты называешь. Отвечает. Я потом такой себя на мысли ловлю. Я спрашиваю. Вы робот? И она что-то ответила. Что да, это не живой консультант. Но можно соединить типа со специалистом. Просто офигел. Так что, ребят. Все. Будущее потихонечку наступает на пятки. Не переключайтесь. Встретимся на обеде. Ну что, пол второго дня. А это значит самое время обеда. Приглашаю вас ознакомиться с меню. На обед я хочу сделать пюрешечку. Все-таки отварить немного пельменей, чтобы попробовать. Вчера вечером я их просто испортил. Три котлетки разморозил. После завтрака поставил. Они уже разморозились. Это замороженные котлеты. И баклажаны. Летняя история. Конечно же маслинчики с Испанией. Я думаю, обед у меня должен быть королевский. Давайте заливаем водичку. Способ приготовления пюре. Для приготовления одной порции картофельного пюре необходимо в 250-300 мл горячей воды 75-10 градусов добавить 40 г 6 столовых ложек сухого картофельного пюре и тщательно перемешать. Добавить по вкусу сливочное масло, соль, специи накрыть крышкой. Дать настояться 5 минут. Масло я не покупал. Без ГМО и не содержит свинину. Даже вот свинюку перечеркнули. Говядина на первом месте и мясо кур. Думаю, масла не надо. Без масла обжарим. Сколько они говорили? 75 градусов плюс-минус 10 градусов. Вот уже, друзья, 73 градуса у нас есть. Этот стакан как раз 300 мл. А там написано 250, да? 250-300 мл. Чтобы все по инструкции, а то потом производитель посмотрит видео и скажет, Саныч, ой, ты нас так захейтил, захайл. Сделал не по инструкции. Надо было, надо же было по инструкции. Шесть. А без сливочного масла, конечно, сухость, сухость будет. Но ничего страшного. Обжиралово устраивать не будем. Вот ровно вот такую пригоршню всего пельменей. Просто чтобы попробовать. Я же хочу оценить, как они на вкус. По вкусу, да? Специи, соль. Еще раз перемешаем. Накрываем крышкой. Все, пусть настаивается. Немного налил воды. Вообще, капельку, чтобы они еще пропарились. Это кто, друзья, следит за здоровьем, чтобы масло не использовать. Такой вот лайфхак вам. Пельмешки всплыли. Еще 10 минут. Как производитель говорит, после всплытия 10 минут варить. Я обычно вообще пельмени варю после всплытия 5 минут. Все. Ой, вкуснятина. Блин, кто-то в комментариях написал, что по вкусу как шампунь. Губки в светофоре, друзья, не берите ни в коем случае. Даже за 17 рублей. Знаете почему? Ну, вы посмотрите. Даже в моей маленькой руке она кажется маленькой. Ей мыть вообще, ну, невозможно. Не, может быть, там есть большие какие-то рублей по 20, но я не видел. Ну, вот это вот, ну, смех. Ну, прям детскую посуду только ей мыть. Все, пельмени готовы. Что тут с нашими котлетками? О-о-о! Так, еще-то чутка одна подгорела. Не подгорела? Ладно, подрумянилась. Ну, все, они готовы. Баклажанчики. Ну-ка. Кайф. На русском, казахском, немецком и испанском языке переведено. Импортер. Восток экспорт. Красноярск. Испания. Представляете? А, то есть это даже не здесь у нас производят. Это в Испании производят и оттуда везут. Я говорю, есть в светофоре нормальные продукты. Надо их поискать. Вот картошечку. Вот эти баклажаны. Ну, что-то уксуса многовато. Баклажаны, перец сладкий, лук репчатый, томаты, морковь, сахар, масло подсолнечное, дезодорированная соль, крахмал, кукурузный, чеснок, уксусная кислота, пряности. Город Астрахань. Угощение славянки. А производят на улице Славянской. А, прям с улицы Славянской угощение славянки. Пельмени. Меня больше всего интересуют пельмени, которые я вчера испортил. Из-за того, что пельмени вот такой маленький, кажется, что теста много. С сырным соусом вообще. Хочется сказать на букву З, не буду. В комментах писали про грибной соус. Типа шик полный. По поводу пельмени. Мука пшеничная, вода питьевая, яйцо куриное, соль поваренное. А, вот фарш. Говядина, свинина, вода питьевая, лук репчатый, соль поваренная, сахар, перец черный. Делают в городе Богородск. Нижегородской области. Всему Богородску, в лице Саныча. И особенно вот этому комбинату. Привет. Неплохие пельмешки. За эти деньги, я бы сказал, даже, наверное, одни из лучших, которые пробовал в Светофоре. Или даже лучше. Надо было пельмешек больше готовить. Ну что, попробуем. Сие творение. Хоть на молоке вы его замесите и добавьте масло сливочного. Это вот, когда картофельное пюре, если в блендере сделать, примерно такое же получается. Оно неплохое. Но вот структура у самого пюре меняется. Как говорят, обои можно клеить на это пюре. Подождите. Извиняюсь, друзья, отлучался. Вот они. Я нашел их. Как будто, знаете, вот реально, из детства. Домашние котлеты. Кто-то написал, как в садике. Говядина, мясо, кур. Лук. Полуфабрикат мясной. Рубленный. Формированный. Панированный. Категория B. Замороженный. И P. Пчелин. Или Пчелин. Наверное, Пчелин. Город Дзержинск. Вот панировки чуть-чуть поменьше бы. А так. Как будто теща приготовила. Тещенька. Ага, Тещенька, любимая, приготовила. Котлетки похожи, что ли? Да, хорошие. Да? Угу. Ничего себе. Смотри, тебе баклажаны на обед. Да, я попробую. Давайте еще маслин. Но они прям без прикрас. Вкуснейшие маслины. А пюре вот это, наверное, я просто не умею его готовить. Отпишитесь, вот пюре из пачки. Как его сделать, чтобы оно было настоящее, как будто вот толченка. Наверное, никак. Хоть говорю, хоть что туда добавляете, оно как клестер. Я считаю, это королевский обед. Потому что я наелся. Чуть-чуть пельмешек, баклажанчики, маслины, две котлетки съел. Вот с пюре что-то не задалось. Друзья, не переключайтесь. Давайте с вами встретимся на ужине и подведем итоги. А, еще надо следственный эксперимент. Я все забываю. Главное, напомните мне, чтобы я на ужине снял следственный эксперимент с морковкой. Сольем жижу. Прям на весах при вас посмотрим, сколько она весит. Вот этот рассол сколько весит. Сколько там воды на ужине все будет. Вечер добрый. Давайте лапшичку зальем. Вот они как делают. Приклеили, чтобы она не болталась. Форм-фактор у нее очень интересный. Какой-то разрыв шаблона. Просто ад перфекциониста. Коробочка прямоугольная. А сама лапша круглая. Как же хотелось лапшички. Вот обычной простой лапшички. Все. Закрываем на 4 минуты. Давайте закроем вопрос с морковью раз и навсегда. 1056 грамм. Вот здесь вот написано, масса нет, то 1000 грамм. Прошлый эксперимент можно считать недействительным. То есть все. Отменяем его результаты. Потому что в прошлый раз я это не учел. Сейчас учту. Сбрасываем тару. По нулям. Все. Стоит по нулям. Открываем морковь. И выливаем. Ну что ты. Ого. Сколько уже? 368. 370. 394, 396, 400. Ну они сами пишут в граммах морковь. Мы воду тоже взвешивать будем в граммах. Ничего страшного. Плюс-минус. Ну это я уже издеваюсь. Там пару морковочек упало. 400 миллилитров рассола, да? Они залили туда. 400 миллилитров. Не слабо так. Куда столько много рассола? Вот сейчас даже вот она до утра постоит. Она еще даст рассола. Я к тому, что куда столько много? 400 миллилитров. Ну это что? Куда годится? Постояла буквально полминутки. Еще жижа накопилась. Ну немного. Ее сливать уже не будем. В морковке все равно должна присутствовать. Чуть-чуть. Ну не полностью в рассоле. Ну меня просто бомбит. Ну зачем так? Масса нет. Один килограмм. А по факту тут моркови. Ну 600 грамм. Ну это бизнес. Это бизнес. Ничего личного. Кто? Я вообще допустим продавал. Я поставил за тысячу рублей. Один грамм морковки. Один рубль. И покупайте. Ну что наша лапшичка. Она даже уже перестояла. Мне кажется я пробовал такую. Вот это да. В супермаркете да. Или уже путаю что-то. Со вкусом курицы. Не рекомендуется употреблять в сухом виде. Да кто ее употребляет в сухом виде? Вы что? Помню в детстве всегда. Возьмешь эту пачку. Типа роллтона такого. Поломал. Засыпал туда. Приправ. И на улицу пошел. Я просто заскучился по лапшичке быстрого приготовления. В Иваново производят. Город невест. Да это вроде называется. Прям по студенчески хочется ребят. Отметить. Этот вечер. Лапшичка. Морковочка. Совсем другое дело. Когда слил рассол с нее. Давайте огурец попробуем. Хоть и овощей нет в светофоре. Такие вот салатики есть незамысловатые. Не надо там продавать с майонезом салаты. Типа какие-нибудь оливье. Еще что-нибудь. С майонезом опасно. Прощальная вечеринка. С сырным соусом. Неудобно. Это вилка есть. Сырная лапша. Можно было сыра сметанского сюда покрошить. Залить кипятком. Но он бы под температурой. Я понял. Он бы подплавился. И опять на зубах бы вот этот скрежет был. Вкусный бульон куриный. Когда лапшу ешь, вдыхаешь этот аромат, ощущаешь ее вкус. И в мозгу какие-то центры, которые, видимо, отвечают за воспоминания. Просто вспышками вот так. Вспоминаешь там студенчество, работу. Помню, в одном офисе работал. И я на эту лапшу просто подсел нереально. Вот офис был. И через дорогу был рынок крытый. И там точки были с китайцами. И они продавали лапшичку. Как сейчас помню, тогда она стоила, китайская эта лапша, 25 рублей. Это считалось дороговато. Но в этой лапше там и яйцо могло быть. Там морепродукты какие-то сушеные. А как мы апгрейдили по студенчеству лапшу. О, брат, мама, не горюй. Я думаю, может отдельный видос запилить по доширакам. Как мы апгрейды делали, всякие дошираки. И с сырым яйцом, и с сосиской, и с сыром. Кто на что гораз был? Ну, сосиски и яйцо покупали поштучно. В офисе подсобка, где прием пищи. И над микроволновкой висит дошираки не запаривать. Что-то там еще, рыбу не разогревать. Потому что от доширака, вот от такого, нет, от него запах сильно не пойдет. Вот бывает дошир какой-нибудь запаришь, и на весь офис просто доширом пахнет. Видимо, некоторым коллегам это не нравится. И начальство сразу, чтобы пресечь эти перепалки, распечатку. Но по поводу доширака я не согласен. Рыбу еще ладно. Но дошир это святое. Морковку можно брать. Сразу с нее сливайте всю жижу. Или выпивайте с утреца, после вечеринки. Может, поможет. Да или там, я не знаю, может быть, но печенье на таком рассоле не получится. Это острое. А так вот, слили жидкость. У вас еще останется нормальное количество рассола. И сама морковь будет намного вкуснее. Потому что, когда вы зачерпываете, не будет рассолом вот эти специи с нее смываться. Так, все. Ее в сторону. Давайте допиваем. Вообще, просто шикарно залетел. Мне понравилось. Давайте нальем колы, чипсов, подводить итоги. Там достал зачем-то. Я так и не попробовал вот этот сок. Голд. Вкус вообще не изменился. Колу охладил. Изготовитель Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков. Город Пушкино. А, адрес производства. Московская область. Город Сергеев Посад. В Сергиевом Посаде разливают. По вопросам качества обращаться. И почта есть. Чуть не захлебнулся. Но я так понимаю, написать им на почту, что ваша кола не похожа на оригинальную колу, такие сразу в спам письма будут улетать. Я не пойму, что случилось. Пахнет колой. Такого не может быть. Нормальная кола. Серьезно, без шуток. Сколько она стоила? 34 рубля за 2 литра. Да, 2 литра. 2 литра 34 рубля. Сейчас посмотрим точно. А, 31 рубль 50 копеек. Ну не может быть такого. Да, вы издеваетесь. Я эти чипсы всегда стороной обходил. Вообще никогда. Вот в светофоре, когда их видел, думал, что это полный трэш. Они вон-вон хрустящие какие. Мне кажется, это прямо из картофеля. Хотя, могу ошибаться. Полкилограмма за эти деньги. 104 рубля. 104 рубля. Картошки. Это не перемешанная. Крукурузная крупа, картофель там. Это прямо из картошки. Я удивлен. Кто делает-то? ООО Рускарт. Московская область. Город Матища. Что-то Рускарт. Они не московский или картофель делают? Да ладно. А с колой-то что у нас? Состав. Вода питьевая подготовленная. Сахар. Лимонная кислота. Ароматизатор. Тип кола. Часть 2. Содержит краситель. Сахарный колер. Е-150Д. Кола. Часть 1. Бензонат натрия. Все. Никаких вот этих сахаринов там, подсластителей. В дешманских колах используют подсластители, которые портят весь вкус напитка. Эти ребята, похоже, они где-то достали оригинальный рецепт Кока-Колы, наверное. А, блин, молодцы. Напишите в комментариях, кто пробовал такую колу. Белорусскую колу, когда пробовал, я тоже ее не мог отличить от настоящей колы. Мы даже с женой следственный эксперимент провели. Я налил 2 бокала, дал ей попробовать. В одной была настоящая кола, а второй белорусская. Она не смогла отличить. Или она настоящую колу обозвала поддельной, а белорусскую сказала, что настоящая. Чтобы такое было. Молодцы. Вот за эти 2 продукта не стыдно. Небольшие итоги. Давайте в цифрах. Вот последний, кстати, мой чек на 1740 рублей. А за всю неделю у меня было 1, 2, 3, 4, 5. 5 походов в магазин, в светофор. И потратил я 4658 рублей. Это полный швах. Почти пятерка ушла. Но с другой стороны, я же все не поштучно покупал, а большими партиями. Что бы я мог посоветовать вам, друзья? Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Потому что иногда смотришь блогера, он там нахваливает этот вообще, говорит, вот это прям крутая штука. Ну, я не говорю сейчас даже про рекламу, мы это опускаем. А вот прям про продукт. Он говорит, блин, мне нравится это по вкусу. Оно такое нежное там или жирное, или там вот как я люблю, там чуть-чуть не дожаренное. Вы потом это пробуете. Вот и все. Что это такое? Ну, типа на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Но если откровенное Г, то да. Любой человек, в принципе, может определить. Ну, вот по хинкалям. Я бы их не рекомендовал, потому что мясо у них сладит. По пельмешкам. Вот пельмешки были клевые в красной упаковке, и пельмешки были вот последние, которые маленькие брал. Чай, в принципе, могу посоветовать. Тушенку. Вот это была тушенка, прям, ну, максимально крутая. Ну, а так вы все сами видели в процессе этой недели. Кто не смотрел, пересмотрите с первого видео. Да, видео почти по часу. И это, друзья, с монтажом. Да, я вырезаю. Вы думали, и все без монтажа? Поэтому по часу таки не. Ну, так получилось. По поводу молочки. Ну, сыр вот этот, я не знаю, не могу, в принципе, рекомендовать. Он что-то расплавился, и какой-то скрипящий стал. Если на бутерброде к утрам, перед школой, там, перед работой, перед институтом, вполне пойдет. Тан мне понравился. Кефир мне понравился. Творожная масса бесподобная была. Плюс в светофоре можно покупать, и даже нужно покупать, масс-маркет бренды, которые есть во всех вообще магазинах. Вот, как вот этот десерт, Эрмигуд. Плюс всякая бытовая химия. Если там дешевле, то тоже можно брать. Всякие туалетные бумаги, бумажные полотенца, мыльно-рыльные какие-нибудь принадлежности. Ну, а кол вот эту обязательно попробуйте и отпишитесь. Идет ли она в сравнение с оригинальной колой? По мне, так это одна из лучших кол. Ну, фейк кол. Что-то хотел столько много итогов подвести, сказать много хотел. А сказать-то и нечего. Ел, 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 ел. Не содержит ГМО. Все боятся этого ГМО. Как огня просто. Сколько лет должно пройти, когда перестанут бояться. Как с этим пальмовым маслом истерия. Просто какая-то истерия до сих пор происходит. Это лобби, вот это, которое производит масло подсолнечника. Устроили заговор просто против пальмы. Ну, и подводя какую-то черту, хочу сказать, что магазин «Свидофор» действительно какой-то необычный. В плане, там надо быть очень аккуратным. Почему? Если вы не знаете этот бренд и товар, он может оказаться, извините за выражение, полным Г. Ну, то есть, да, это дешево будет, но в составе там будет такой ужас и мешанина. Как вы, у меня вот в выпуске есть, где пельмени категории Г. Я человек, который там картофельные очистки жарит, чипсы из них делает. Просто, ну, это невозможно. Да, если вы, конечно, будете голодным, там, несколько суток не ели, вам за радость будет вкуснее, чем теплая вода, то, наверное, теплая вода подсоленная вкуснее будет, чем эти пельмени категории Г. Поэтому надо быть аккуратным, читать составы прямо в магазине, либо по рекомендациям каким-то. Знакомый там где-то попробовали, вот мне, допустим, понравились вот эти вот. Вот эти вот, ребята. Вот эти вот. Очень крутая штука. Товарищ Князев, если вы меня смотрите, пригласите меня к себе на производство. Хочу посмотреть вживую, как это все происходит и прямо там обожраться. Почитав ваши комментарии, проанализировав их, я прихожу к выводу, что действительно, да, как вы пишете, большая половина россиян в магазин, вот только в магазине светофор закупается и подобных. Грубо говоря, в Мираторге там купить стейки какие-нибудь или рыбу не из заморозки свежую, это становится проблематично и это только на праздник может происходить. Можно долго это обсуждать, там смеяться или не смеяться, делать какие-то видосы из-за этого, грубо говоря, там, челленджи, типа, вот как я на 5 тысяч решил прожить, да, месяц. Вы думаете, я бы не смог прожить, друзья, на 5 тысяч рублей в месяц? Да вот так вот, просто, два пальца об асфальт. Кто-то понял мою задумку, до кого-то, может, дойдет чуть позже. Я все расписал там еще и рассказал в самом первом видосе. Кто смог проанализировать, те поняли, для чего я слил, как говорится, эксперимент. Потому что гайки закручиваются, потребительскую корзину вообще убрали, все, по ней не рассчитывают, прожиточный минимум. Сейчас он совсем по-другому будет рассчитываться. Но не про это. Чего мы в грусть какую-то, в тоску и в печаль уходим? Вообще хочется, чтобы каждый из моих зрителей мог себе позволить, вот, что вы себе пожелаете, то у вас и будет. Не в плане там еды. Захотели, грубо говоря, новый автомобиль, пошли его купили. Ну, естественно, не в последние, не на последние деньги и не в кредит, когда у вас там проблемы с работой, я не знаю, чтобы притык там, но это жопа. Да, бывают разные ситуации. Если вам срочно понадобилась машина для работы, с вашей что-то случилось, то можно. А так, я не знаю. Чтобы все были сыты и в достатке, как говорится. Чтобы не только по праздникам вы себе могли позволить красную икру и икру, которая стоит, вот эта имитация красной икры. Вообще бы забыли про нее, даже бы в жизни бы ее не брали и не покупали. Красную икру бы брали. Захотел сегодня красной икры поесть, пошел, поел красной икры. Ну, про черную я, конечно, ничего не говорю. Черная икра это уже high level, другой уровень. Это жиру надо беситься, чтобы ее вот захотел поесть, поел. Потому что нормальная черная икра стоит, блин, дорого. Ну, относительно чего? Даже все, все относительно. Допустим, кто-то скажет, фу, дешман, что ты эту колу пьешь, типа, есть же нормальная там кола там за 120 рублей 2 литра или сколько она там стоит? 100 рублей 2 литра. Почем сейчас нынче 2 литра колы? Я вообще всегда, если беру, я беру Pepsi, она почему-то дешевле всегда. Давайте на этой ноте будем прощаться. Не будем о грустном, будем настраиваться на хорошее, на позитив. И пишите, предлагайте идеи новых экспериментов, видосов, челленджей, я не знаю, да, вот все ваши мысли выплескивайте в комментариях. Если что-то забыл по поводу светофора, потому что, когда неделю снимаешь, говоришь там что-то среди недели, вот как про эту морковь, я вот до самого вечера это оттягивал, то есть забывал, забывал, вот сейчас только вспомнил. Пишите в комментах, постараюсь ответить. С вами был Сан Саныч Богомолов. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.